Вниз катится цена рубля, цена нефти, катится и рейтинг Обамы. Но причины совсем другие. Как американский президент пытается спасти рейтинг? Не свой, а своей партии. Подробнее Дмитрий Еловский. Он в Вашингтоне. Такого не было никогда за всю историю двух сроков президентства Обамы. Всего 40% опрошенных одобряют его политику, в то время как почти в два раза больше, около 80%, выразили обеспокоенность экономическими решениями президента. Это настоящий кризис доверия лидеров страны и его окружения. Цены на нефть падают, а для Америки это ведь тоже важно. Но, правда, тут и бензин дешевеет, в отличие от нефтезависимой России. Вот индекс Доу Джонса накануне пережил самое катастрофическое падение с начала этого года. А по этим копировкам меряют вообще температуру всего американского промышленного сектора. В общем, проблем довольно много. Однако Обама последние несколько дней бросил все силы на борьбу с вирусом Эбола. Война с этой смертельной болезнью льется буквально с экранов всех телеканалов. И вот он своим личным примером решил показать, риск заболеть лихорадкой невелик. В интервью признался, что обнимал, пожимал руки и целовал медсестер, которые в Техасе ухаживали за больными Эболой. Перекроив свой график до конца недели, президент теперь только делает, что встречается с учеными, экспертами и медиками-вирусологами. Нацию он призывает быть осторожной. Сейчас нужно быть уверенным, что дважды на одни грабли мы не наступим. Следует быть внимательными, то есть максимально беречь себя. Такая картинка с уже непопулярным Обамой сложилась прямо накануне промежуточных выборов, в ходе которых определится часть губернаторов, а также большинство в Сенате. И судя по всему, президентская партия демократов уступит Сенат оппозиционерам-республиканцам. Поэтому Обаме, как и его однопартийцам, сейчас очень нужна такая маленькая победоносная война. По мнению оппонентов президента, сейчас специально раздувает ситуацию с Эболой, которая совершенно не угрожает массовым распространениям американцам. Но спасти мир от этого смертельного вируса для Обамы также и спасти свое политическое будущее. И будущее своей партии. Дмитрий Иловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро и телеканал Интер.